Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана, в студии Аделья Шамилова. И сейчас я расскажу, что приготовила для вас новостная команда лучшего студенческого телеканала. Снежный буран застал казанцев расплох. Корреспондент московского комсомольца встретился с будущими журналистами в КФУ. На что готов робот ради спасения человека? Погодные условия застали казанцев расплох. На дорогах пробки метель, во дворах высоченные сугробы. В связи с чем всего за один день выпала месячная норма осадков и чего стоит ждать дальше, выясняла Анна Глазунова. Добраться до работы школы и детских садов 5 февраля действительно было тяжелым испытанием. Казанцы оказались во власти зимнего шторма. За ночь с 4 на 5 и утром 5 февраля в Казани выпала месячная норма осадков. Экстремальная ситуация, она обусловлена прохождением через нас балканского циклона. Сейчас он проходит, по сути, центр через нас этого циклона. У нас рекордное количество выпавших осадков, то есть снега, за последние 140 лет. Из-за снегопада пробки на дорогах достигли 9 баллов, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки. В Сатарстане ограничили движение междугородних автобусов, а также остановили работу двух ледовых переправ. Итак, это снежный апокалипсис в Казани, который накрылся буквально за одну ночь. Ходить на улицах невозможно. Кругом пробки машины застревают во дворах. Всю ночь МЧС и прочие спецслужбы работали в чрезвычайном режиме, поэтому удалось избежать гололеда и заносов на основных трассах. Проблемы остаются сейчас во дворах и поселках города, сообщает глава комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев. Он просит жителей Казани пока отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Метро из-за наплыва пассажиров сейчас напоминает метрополитен Москвы в час пик. На непогоде хорошо заработали таксисты. Цена в связи с очень высоким спросом поднялась в три раза. Обильный снегопад и ветер спровоцировал аварии на электросетях. Без света оказались более 8 тысяч человек в 50 населенных пунктах Татарстана. Пожалуй, самая приятная новость для детей. В связи с такой погодой им разрешили не посещать детские сады и школы. Социальные сети пестрят фотографиями заснеженных улиц и сугробов. А жители многоэтажек публикуют видео, снятое из окон, как машины пытаются проехать по дороге. Несмотря на такую ситуацию, в городе жители Казани поднимают себе настроение различными способами. Выкладывают смешные картинки, снимают видео, как веселятся на улице. Сейчас самое главное – запастись терпением, ведь погодная ситуация уже совсем скоро придет в норму. Анна Глазунова, Универньюз. В Казанском федеральном университете с мастер-классом выступил политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Какими качествами, по его мнению, должен обладать журналист, вы узнаете в следующем сюжете. Это профессия, которая гарантирует человеку неприятности, потому что он должен говорить о недостатках. Это его долг – говорить о недостатках тем, кто за это отвечает, и тем более тем, кто в этом виноват. Александр Минкин обозначил несколько ключевых черт журналиста. По его мнению, профессионал должен обладать силой воли и самостоятельно решать, каким будет его материал. Когда вы спрашиваете, можно ли вы перекладываете ответственность. А зачем ты его спрашиваешь? Зачем ты перекладываешь ответственность? Ты же журналист, ты взрослый человек. Ты считаешь это правильным и должным? Напиши. Александру Минкину также было адресовано множество вопросов от аудитории. Среди них – будущие телевизионные и печатные журналистики, главные проблемы профессии на сегодня и многие другие. Артем Тпичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Университетские разработчики создают робота, который спасет жизни людей в экстремальных условиях. Неблагоприятные погодные условия, радиация и химическое заражение – больше не помеха. На что готов робот ради спасения человека, вы узнаете прямо сейчас. В стенах лаборатории Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального продолжается работа над поисковой спасательной робототехникой. В данном направлении работ, как правило, задействованы самые разные роботы. Например, колесные и беспилотно-летательные. Однако внимание наших разработчиков сосредоточено на роботах гусеничного типа, экземпляр которого Казанский федеральный как раз имеет в наличии. Он стал настолько известным, что уже пользуется популярностью за рубежом. Российские военные провели испытания робота при разминировании пальмеры в Сирии. Сам робот произведен в Нижнем Новгороде. А инженеры-программисты и айтишники КФУ довольно заметно совершенствуют его работу. Важно подчеркнуть, что университетский гусеничный робот-сервосил-инженер может смело похвастаться самой лучшей комплектацией по всей России. Робот состоит из основных гусениц, дополнительных гусениц и манипулятора, на котором укреплена его голова, в которой находится как компьютер, обрабатывающий все данные, так и практически все датчики робота. Сервосил-инженер устойчив перед повышенным уровнем влаги, радиацией, пыли и опасными источниками химического заражения. Как нам удалось выяснить, основная миссия этого робота – не физическое спасение жертв в экстремальных природных условиях, а передача информации, необходимой для спасения. То есть самый яркий пример – это землетрясение. Если происходит где-то землетрясение, идет сначала основной удар, какие-то здания рушатся, и после этого поисково-спасательная команда из людей и собак ходит по этим зданиям, ищет пострадавших, чтобы их спасти. Но опасность землетрясения состоит в том, что после основного удара происходит так называемый автошокс, то есть вторичный удар. И представьте ситуацию, когда команда людей зашла в полуразрушенное здание, пришло вторичное землетрясение, здание рухнуло, и мы не только не спасли жертв, но и потеряли людей. А может быть, в этом здании никого и не было. Соответственно, вместо команды людей с собаками, если мы запустим туда робота, то мы сразу повышаем безопасность людей при таких операциях. Важно подчеркнуть, что совершенствованием работы программного обеспечения робота занимаются сами студенты КФУ. Пообщавшись с ними, нам удалось выяснить, над чем именно так усердно трудятся ребята. Я занимаюсь разработкой алгоритмов одновременной локализации и картографирования, то есть робот считывает данные изображения с камер. Он оборудован четырьмя камерами, две передние стереопара, она самая важная. Я написал сервер для того, чтобы считывать данные с камер, и далее я буду разрабатывать алгоритм, чтобы построить 3D-карту местности. Теперь все то, что до недавнего времени являлось препятствием для спасения жизни, например, заражение местности или высокий уровень радиации, роботу не помеха. Причин совершенствовать программное обеспечение может быть множество, но цель остается по-прежнему единой – обеспечить безопасность тех людей, что ежедневно борются за нашу. Весь мир помнит ту самую ожесточенную битву, что произошла 75 лет назад на Волге. Именно это столкновение сыграло решающую роль в ходе Второй мировой войны. Сколько студентов нашей Alma Mater в военное время ушли на фронт, обязан знать каждый. 2 февраля вся страна отметила 75-летие знаменательной победы в одном из важнейших и переломных сражений всей Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Войскам нацистской Германии была поставлена задача во что бы то ни стало взять город. К берегам Волги были переброшены лучшие силы, но сломить героическое сопротивление советских войск им не удалось. Более того, Германия и ее союзники понесли колоссальные потери, а правиться от которых до конца войны так и не смогли. В ряды участников Сталинградской битвы вошли и молодые бойцы, в том числе и из Казани. Большая часть из них были учащимся Казанского университета. Нам удалось связаться с доцентом Отечественной истории Казанского университета и выяснить, где можно найти самую интересную информацию о тех студентах, что ушли на фронт. Есть книга памяти «Первый дом». И там есть очерки участников Сталинградской битвы. Я сейчас на память сразу вам не могу сказать. Там 289 фамилий и сколько сталинградцев. Ну, сталинградцев, наверное, человек 40 там было. Участвовали в Сталинграде. И многие из них получили увечья. Стоит отметить, что Казанский университет не скрывался в тени даже в военные годы. На месте, где сейчас работает музей истории, располагалось военное общежитие. А в здании нынешней высшей школы журналистики работал военный госпиталь. По сегодняшний день Казанский университет помнит своих бойцов и чтит светлую память ушедших на фронт. Аделя Шамилова, Универньюс. На этом все на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и узнавайте обо всем первыми. Субтитры создавал DimaTorzok